Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Гарри Табах, известный общественный деятель, офицер. Здравствуйте, Гарри. Здравствуйте, известный журналист Михаил. Ну что ж, Гарри, я хотел бы сегодня несколько тем с вами обсудить, но начать я, конечно, хотел с эфира, который я посмотрел, не без брезгливости, я вам скажу честно. Я себя пересилил и все-таки досмотрел до конца. Зачем вы себя так мучаете, Михаил? Вы не переживаете. Ну, стоит, стоит, Гарри. Я вам скажу, что это очень был поучительный эфир Юрия Рашкина и Дмитрия Абрамсона. Я не знаю, говорит ли вам о чем-то фамилия Абрамсон, но, знаете, я, честно вам сказать, был шокирован тем набором гадостей, которые я услышал о господине президенте Дональде Трампе. Причем эти гадости, они граничат абсолютно субсантной лексикой. И самое страшное, что ведущий вообще не делал замечания гостю, когда гость в третьем лице отзывался о президенте Трампе и, собственно, его оскорблял. Вот объясните мне, что это такое и можно ли это иначе охарактеризовать, как не хейт-спич в адрес действующего президента Трампа? Ну, смотрите, Михаил, давайте сначала вы мне ответите на вопрос. Я знаю, кто вы такой. Я знаю, что вы пишете диссертацию, вы молодой человек, но вы как бы ученый. И я знаю, что Андрей Николаевич Ларионов выстраивал модели экономические, которые поставили Россию на ночь, которые включили ее там в семерку-восьмерку. Я знаю, кто такой Михаил Юрьевич Вейлер. Я вырос на его книге. Миллионы людей его читали в захлёпы. Гений такой. Он сделал много такого. Я знаю, кто такой Андрей Азаркин, сержант Азаркин, который свой канал на Радаре. Он служил у нас в армии, он воевал в Радаре. Он дослужился до звания, из почетного звания сержанта у нас, почетное звание. И я знаю, что такое Диаспора, Юбэй, всю команду, которая входит там. У всех этих людей есть прошлое. Они что-то сделали, они что-то создали. Я знаю Марию Максакова, которая была и в Думе, которая известнейшая певица, Примадонна. У нее огромные таланты. Вы можете любить этих людей, не любить, соглашаться, не соглашаться с ними. Я знаю, кто я такой. Вы можете зайти и посмотреть в интернете мое прошлое, чем я занимался, что я делал. Может быть, не все, потому что, понятное дело, что я не помещаясь занимался, которые нельзя там печатать. Но в основном 99% там все написано. Вы знаете, вы такое можете проверить. Мои награды, мои звания. Вы можете меня любить, не любить. У меня есть прошлое, я что-то сделал. Мы все чего-то в жизни добились. У вас еще впереди очень много чего можете добиться. Но уже понятно, что у вас есть прошлое. Вы что-то делали. Даже вы молодой человек. Вы мне скажите, кто такой Рашкин? Он вообще кто? Или этот Абрамсон? Вы посмотрите в интернете. Они что добились? Они что создали? Они что знают? Где они учились? Что они написали? Что они изучили? Что они создали? Какой-то бизнес или еще что-то. Где они служили? Где они воевали? Что? Кто эти люди? Что они вообще разговаривают? Это бузеры. Это люди, у которых жизнь не удалась. Мы не знаем, есть у них дети или семья, или кто они. Я имею больше уважения к людям, которые защищают гей-райтс, права гомосексуалистов или еще что-то. Потому что они за что-то борются. У них есть прошлое. Они что-то создали. Они инженеры, или они ученые, или они певцы, или они актеры. Еще что-то. Эти. Их несколько. Они что сделали такого в жизни, чтобы их воспринимать? Я вам отвечу, Гарри. Я вам отвечу. С вашего разрешения я вам отвечу. Дело в том, что если бы они говорили на китайском, окей. Если бы они говорили на итальянском, окей. Но они говорят на русском. Их слушают в Украине. Сейчас, когда президентом стал Дональд Трамп, я и до избрания Трампа, я считал, что это огромная глупость. Портить отношения с республиканцами и оскорблять Дональда Трампа, когда он был кандидатом президента. Но когда теперь судьба Украины зависит от президента Трампа, во многом мы понимаем, потому что президент Трамп, он не может сделать чудо. Но президент Трамп – это руководитель государства, на которое мы опираемся и за военной поддержкой, и за финансовой поддержкой, да и в целом во многом будущем Украине зависит от Сирии на Штатах Америки. И вот эти люди, они сидят в эфире и фактически компенсируют мозги моим сыгражданам, которые потом выходят и рассказывают о том, какой Байден молодец и какой Трамп плохой человек. И вот в этом я вижу очень большую опасность. Потому что сейчас самое последнее, что можно сделать, это сделать все, чтобы положить на стол Трампу бумагу, где будет написано о том, как о нем отзывается в Украине. Я считаю, что это будет катастрофа, понимаете, и нет, другие Украины будут заинтересованы в том, чтобы Трамп это увидел. То есть в тот момент, когда президент Зеленский хочет… Да, я договорю, в тот момент, когда президент Зеленский хочет наладить отношения с Трампом, какие-то непонятные блогеры, они настраивают украинцев против Трампа. Так, смотрите, это всегда так было, есть и будет, это коммунисты были, которые занимались пропагандой, это нацисты, они сами ничего не умеют, они ничего не создали, они ничего не знают. Они только знают, как, и мы уже с вами решили, что мы с вами из одного племени, как наносить навет на человека или на группу людей. То есть это Инквизиция, это НКВД, они наносят навет, весь чеченский народ выселит, все враги, татарский народ, еврейский, все берут одного-двух и из него делают, значит, беса и всех остальных. Эти два, они лузеры, они никто. Их слушают такие же примерно лузеры. К счастью, ни тех, ни других не очень много. У них немного подписчиков, их слушают такие же идиоты, которые ничего в жизни не добились, ничего не создали. Ну, вот, ну, вообще, Рашкин, скажем, он, ну, у нас в Америке, вот, по русскоязычной общине, его держат за, я же езжу по русскоязычной общине, там, выступаюсь, они их держат за, его держат за городского сумасшедшего. И я вам скажу, что когда я был маленький, и моя мама работала в психиатрической больнице, моя мама была психиатром, она меня иногда брала на работу с собой, потому что не с кем было меня оставить. Это такие мои ранние-ранние воспоминания моего детства. И я сидел там в какой-то столовой или в кафе, не знаю, где. Мне там приходили, я что-то рисовал, мне там пирожок медсестры были, иногда медсестры со мной играли, что-то мне приносили. Там у меня есть несколько передач даже про это. Но я не знал, что вот эти люди, я же не знал тогда, кто такие сумасшедшие, какие душевно больные, кто и все. Я понимал, что моя мама какой-то там доктор. И туда приходили стационарные больные, они покупали себе там компот, пирожок тоже брали какой-то и что-то такое. И я помню одного дядю, который вот, ну, копия Рашкин, он вот так вот разговаривал. Хороший мальчик. Я помню, он все время приходил, он все время говорит, какой хороший мальчик. Вот эта улыбка такая была, вот этот. Так он разговаривал с этим. Поэтому Рашкин, я думаю, что он вообще... Но что вы за ним понимаете? Я не думаю, что кто-то переводит Рашкина, кто-то смотрит СЦРУ там, из внутренней подразведки и приносит это на стол Трампу. Но есть намного большие птички, которых правда переводят, которых знают. Например, Невзорова, потому что это он создал Путина. Он гебельц Путина был. Теперь он гебельц другой власти, может быть, украинской. Но он против Трампа действует. И он говорит неправду. И вот его смотрят миллионы. Точно так же и там Гордон. У меня была передача с Гордоном. Я ему благодарен. Это он меня вывел в соцсети. Потому что сначала он меня пригласил к себе на программу. В ущерб себе, кстати. Потому что я миллиона просмотров не набрал. И там 900 с чем-то тысяч набрал. Но про меня узнали люди. Потом он уважил меня. Он пришел ко мне на программу, когда у меня было там, я не помню, 5 тысяч подписчиков. И мне это прибавило, конечно, известность. Но я его тогда задал вопрос. Я говорю, вы зачем это делаете? Ну вот по ощущениям. Мне не нравится Трамп и все. Я говорю, ну нужно же иметь... Он говорит, какая нравится? Я украинец. Вся моя семья в Америке. Папа, дети голосуют за Трампа. Я говорю, ну они явно умнее вас. И знают больше. Потому что они же живут в Америке. Может быть, прислушались бы. Нет, не могу. Не переваривайся. Я говорю, ну вы же не должны нести ответственность журналистов. Он говорит, ну какое я имею в виду? Я говорю, вы можете иметь влияние. Вы имеете влияние намного больше, чем какой-то украинский сенатор или конгрессмен или министр. Потому что вас в Америке, русскоязычная община, которая голосует, слушает, вы больше влияние имеете, чем они. Поэтому, конечно же, и таких много там, которые ввели абсолютно антитрамповскую. И они на главных каналах Украины. И они там до сих пор. Зачем они это делают? Кому они наносят вред? Причем есть люди, которые призывают убийство Трампа. Тот же Найкин. В Москве тот же Пинковский на канале у Сымбалюка призывает к убийству президента США. И они до сих пор находятся там. Поэтому я считаю, что те, кто их слушает, те, кто им ставят лайки, это такие же лузеры, как и они сами. Мы их не изменим. Единственное, что мы можем делать, это мы можем сплотиться и противостоять им. Но я как молодого человека, я понимаю, я был такой же, как и вы. Меня раздражала несправедливость этой жизни. Ну как это так? Как это могут это? А потом Михаил Иосифович, я уже был взрослым человеком, Михаил Иосифович, он мне объяснил это все. Очень краткая икона. Он сказал, что идиотов больше. Их просто больше. Вот страна нуждается в героях, а туда рожает идиот. Поэтому он говорит, их больше пока умные думают, пока вы пишете диссертацию, пока вы занимаетесь наукой. Идиоты размножаются, мне дорогой. Идиоты размножаются. Да, устроен мир. И все, что мы можем делать, это идти своей дорогой. И как вы видите, их схема все равно не работает. Понимаете? Народ им не верит и их не слышит. Американский народ все равно вышел и восстановил справедливость. Понимаете, Гарри, меня вот пугает цинизм, уже который касается не Украины, а касается Соединенных Штатов Америки. Когда сидят вот эти двое соведущих программы и не рассуждают о том, как американское общество не готово голосовать за темнокожего кандидата. И вот, понимаете, это же раскрутка. Обама был... Нет, за темнокожую женщину не готовы, нужно обязательно выходить белым, а вот белого будут поддерживать. То есть, вы понимаете, это в английском называется twist the facts. То есть, они фактически передергивают факты и раскручивают ксенофобию. Потому что они создают впечатление, что люди голосовали не потому, что они хотят жить по-другому, хотят жить как люди, хотят платить низкие налоги, не хотят, чтобы на них набрасывали всю ту левую идеологию. Нет, они выставляют так, чтобы проголосовали за Трампа, потому что люди ксенофобы. То есть, они общество свое обвиняют в ксенофобии. И для меня это дикость. То есть, они извращают абсолютно смысл того, что произошло в день голосования. Ну, это было и когда с Обамой, я помню, известный российский этот, он имел мост с Данахи, когда у него там на программе... Владимир Познер, Владимир Познер. Я еще с ним вышел, я был в мундире, это было какое-то выступление, где он выступал, и он сказал, те люди, которые в Америке не проголосовали за Обаму, это расисты. Я вышел и сказал, я не проголосовал за Обаму, вы хотите сказать, что я расист, я служил и воевал вместе с чернокожими, с испаноговорящими. У нас нет такого, как вы можете так всех обидеть? Это было без... Он на меня посмотрел, как будто я полудурок и ушел в сумму. Он это сказал для сенсации или еще для чего-то, они это делают. Эти люди без совести, без сознания, поэтому им ничего доказать нельзя. Но это уже видно, что им люди не верят, им люди не доверяют. То есть в Америке это понятно было, что люди захотели восстановление справедливости, но есть такие люди, которые, да, переводят, и я вас уверяю, переводят, их кладут на стол нашим разведчикам. Я это говорю сознательно, я это говорю, потому что я знаю это. Я не говорю, мне кажется, или я так думаю. Нет, это происходит. Есть у нас целые отделы, которые за этим следят в разведке, и я уверен, что они переводят и преподносят таких людей, как Портников, потому что он был и с Ельцином, он явно был связан с КГБ, потому что мы уже это говорили, почему, как он оказался в Московском государственном университете на журналистском факультете с его ориентацией. Это он был цель номер один у ПГБ для вербовки. А если ты у них цель номер один для вербовки, это не просто, что они тебе предложили, ты отказался и ушел. Так не работает. И он уже пугает не то, что там Украину кинут, Украину сольют, а то, что будет ядерная война между Китаем, Соединенными Штатами Америки, между Россией и Соединенными Штатами Америки. То есть будем кидаться ядерными бомбами. Это, конечно же, вводит людей. Также он служил у Ельцина во время трагедии с чеченским народом. Может быть, там люди, которые просто смотрят эти передачи для развлечений, чтобы себя убедить. О, он говорит, так я думаю, а я же очень умный. Я же понимаю, я же не идиот. Умный человек еще подтверждает то же самое. Мы все такие. Я обожаю, когда мне там звонит Андрей Николаевич Ларионов или Николай Юсфеллер и подтверждают, что я был прав. Ага, если такие умные, еще и со мной согласны. Тебе же тоже умные. Понимаете? И, конечно же, это имеет влияние. Они ломы. Они ломы. Это лидеры общественного мнения. Это не Рашкины. Рашкины – это лузеры. А эти не лузеры. Эти не лузеры. И, конечно, они создают огромную опасность для Украины. Они для Украины создают опасность. И это понятно. Те, допустим, даже люди, которые создали этот миротворец. Потом там еще какая-то была кампания, где всех республиканцев ввели врагов народа Украины. Всех. Начиная от Трампа до Маска, до Такра Краусман. Понятно. Что теперь? Как теперь-то делать? Как теперь поступать с этим? Ну, правда, Трампа вывели из миротворца. Вот, just like that. Просто взять. Вот, друг. Раз и вы. Все. Он теперь не враг Украины. Вот был враг, теперь не враг. Значит, люди понимают. А есть люди, которые не для развлечения это делают. Которые за этим следят и делают выводы. И это наносит огромный ущерб. Это профессионалы. И это наносит большой ущерб Украине. Потому что сейчас надо будет договариваться. Сейчас надо будет что-то делать. Потом будете винить всех остальных. Меня, вас, евреев, чеченцев. Кого угодно будете. Русских будете винить. Но это будет поздно. Потому что, знаете, это сейчас они могут нас винить. Но Трамп стал президентом. Поздно. Это уже все. Это уже плевать, что они там говорят. А Украина – это жизни людей. Тысячи жизней людей. Миллионов людей и благополучия. Это преступление. Это не просто пустая болтовня. Это преступление против целой нации. Это военные преступления. Которые делают не только военные, но и вот эти вот нечистоплодные люди. Которых в Нолимбергском процессе судили точно так же, как и военных. И повесили штурм. Фамилия была. Пропагандиста этого, который возглавлял газету. Немецкий. Вы имеете в виду Штрахер? Штрахер. Штрахер. Он говорил, я просто то, что мне давали, я печатал. Я тут ни при чем. Ни при чем-то я повесил. Я надеюсь, что это то же самое будет. Ну, не повесили их. Хотя некоторых я бы не повесил. Потому что на них, на их языках, очень много крови. Украинский. Поэтому это, конечно же, сейчас сложно об этом говорить. Но это, я считаю, это настоящая, создают опасность. Ну, и опять же, вот как сейчас. У нас сейчас Сенат республиканский. Конгресс республиканский. Ну, все считают, что оно будет так сейчас. Белый дом, понятно. Трамп. Верховный суд. Как посол Украины собирается с ними работать? Как она собирается с ними работать? Я считаю, что чтобы сохранить лицо Украины, чтобы не ставить президента Украины в неудобное положение, надо поблагодарить американский народ за гостеприимность, за помощь и дать кому-то другому представлять Украину в Соединенных Штатах Америки. Карьера. Кто не забыл, люди, которые за этим следят, люди, которые ведут и которые, правда, пишут доклады, и они ложатся у Трампа или у его окружения, у его будущего министра иностранных дел, у его советника по нацбезопасности, им положат это на стол, что они говорили про ленд-лиз, который требовал американский народ, который супербольшинство американского Конгресса проголосовало за ленд-лиз. И что говорили? И это посол, и многие. Что говорил? Например, я думаю, что ничего не будет такому, как Швец, как майор Кагабра Швец. Почему? Потому что он открыто говорил, что он работает на демократическую парку. Не на Россию, не на КБ. И он работал на демократическую парку. Ему платили, он работал. Это уже тут зависит от нас. Хотим слушать этот бред, когда он врет все время, или не хотим. Но многие люди хотят. Им интересно, он же майор КГБ, он же разведчик, у него связи и в КГБ, и в ЦРУ, и в ФБР. Он знает, он знает то, чего даже во сне приснится ему. И вот люди любят эти конспирологии. Они любят слушать эти басни. Хотя потом они понимают, что это им стоило жизни, это им стоило их сбережения, это стоило им их хозяйство, это стоило им земли. Они знают, что это, но все равно, но интересно. Понимаете? Интересно, это вот как болячки, лырять все время. Все равно оно чешется там, им хочется это. Привет, друзья. Если вы досмотрели до этого момента видео, значит, оно вам нравится, оно вам интересно. Напоминаю вам, вы можете поддержать YouTube-канал Daily Europe Online, поддержать команду, которая делает этот канал, поддержать финансово, поддержать сами лайками, поддержать комментариями. Обязательно подпишитесь на канал. Это на самом деле очень и очень важно. Как можно помочь финансово? Ссылочки, как всегда, в описании. Спасибо. Гарри, и немножко я хотел бы с вами все-таки поговорить о том, что будет после 20 января, после того, как Трамп инаугурируется как 47-й президент США в Америке. Сейчас все активно обсуждают возможные сценарии. Wall Street Journal опубликовал свой сценарий, который предусматривает и отделе метаризированную зону, которую должны будут охранять, скажем, представителей европейских вооруженных сил, то есть вооруженных сил европейских стран, отказ Украины от НАТО на протяжении следующих 20 лет. То есть это, собственно, как бы главные параметры. Ну и обеспечение Украины вооружением в Соединенных Штатах Америки. Это вот как бы три параметра, которые мы увидели в этой статье в Wall Street Journal. Wall Street Journal относительно адекватная газета по сравнению с Washington Times, с другими газетами. И, в принципе, можно говорить, что это такая проверка, собственно, как резонирует этот план и какие обсуждения он вызовет. Вот как вы относитесь, собственно, к этому плану? И плюс вчера, вы знаете, в СМИ разгорелась, значит, не то чтобы скандал, а разгорелась тема, которая была подогрета интервью одного из стратегических советников компании Трампа, которую дал на СНН по поводу Крыма, что Украина, значит, должна отказаться от Крыма, то есть признать свершившийся факт, что Россия аннексировала Крым и нескоро Украина сможет его деоккупировать. И понятно, что сразу было дезавоировано это заявление, но осадочек остался и понятно, что это тоже мог быть какой-то прогрев. Но в любом случае, возможно, это часть некой реальности, к сожалению, с которой Украина столкнулась в результате российской агрессии. Вот как вы видите, скажем, возможный мирный план, который, с одной стороны, он бы устроил администрацию Трампа, с другой – администрацию Украины, и с третьей стороны его бы приняло государство-агрессор Россия? Ну, смотрите, мы должны принять во внимание ситуацию сегодняшнюю. Вот что мы получили с 2014 года? Вот с 2014 года, 10 лет, и вот мы оказались здесь сегодня. Это вина Трампа? Не думай. Наоборот, Трамп еще тормознул этот прогресс, этого захвата в Украине на 4 года, когда Украина смогла перевооружиться, смогла создать какую-то армию и еще дать отпор. Это, я знаю, что будет винить Трампа, что он то сказал, это сказал, вся эта фигня будет продолжаться. Но дело все в том, что мы сегодня вот в такой ситуации. Кто виноват? Как? Почему? Это уже все второстепенно. Что мы можем сейчас сделать? Каким образом мы можем вернуться к границам 1991 года, 2014 года, 1941 года, позапрошлого века? Это может бесконечно длиться. Какие границы и почему мы должны туда вернуться? Да, есть порядок, есть границы, проголосованные с Аббезом, проголосованные в ООН, которым вообще-то должны начиняться. Но как мы видим, что в ООН это не очень так соблюдается сильно, потому что, хотя они должны это осуждать и принимать какие-то меры, глава ООН, товарищ Гутиерыш, поехал в Россию и на брыксе обнимался, целовался с Путиным, тем, кто нарушил этот же устав или чартер ООН. Так что эти границы, которые ООН сказал, они, в принципе, тоже филькина грамота, ничего не значат. Как мы оказались? Что теперь дальше нам делать? Как нам выходить из этой ситуации? Обсуждать какой-то план, да, мы можем обсуждать план. Этот план объявил президент Трамп, можете обсуждать. Этих планов тысяча. Просто хватается один какой-то, то это высказал Майк Пантео, министр иностранных дел бывший, то этот план высказал Такер Карлсон, то этот план высказал Швец, то этот план высказал Гарри Табахт. У каждого есть какой-то план. Но еще, во-первых, надо дожить два месяца и посмотреть, в какой ситуации будет Украина к тому времени. На сегодняшний день бомбят и уничтожают Украину. За два месяца русские могут нанести еще огромные-огромные ущербы. Байден говорит, что вот он сейчас все-таки отдаст 6 миллиардов долларов Украине, которые он скрысятничал, чтобы Трамп как бы не забрал их в Украину. То есть, опять же, скидываются эти вещи. Чего ты их раньше не отдал, когда надо было их давать? Что ж ты дождался до самого последнего? И теперь так, отговор поговоришь, а я отдам, потому что их Трамп может не дать. Трамп как раз и отдаст, и ты будешь выглядеть, и войдешь в историю Украины, как враг Украины, а не памятник тебе, или улицу называть в честь тебя, как предлагает господин Гордон. Поэтому этих планов много. Но разговоры идут. Люди говорят об этом, люди это обсуждают. Насчет Крыма. Но Крым сдали украинцы. Без боя. Вы как бы согласились отдать Крым России, и все это время так сильно не требовали его. То есть, у вас продолжались быть дипломатические отношения с Россией, у вас продолжались быть открытые границы, у вас продолжалась торговля. Требуя Трампа, что придется, он сказал, что Крым никогда не признается ничем, кроме украинским. Это было у нас на сайте Госдепа. Пришел Байден, он снял это. То есть, Крым, это такой вопрос очень сложный, потому что за него не воевали. Почему за него не воевали? Потому что это был тогда вице-президент Байден и Обама, которые сказали не воевать, которые наложили вето и эмбарго на летальное оружие для Украины. И ничего не давали. Кстати, Абрамсон сказал, что Табах врет, потому что давали М-17, эти гробы на гусеницах, которых мы даже не использовали в Вьетнаме. Но это не летальное оружие, это бронетранспортер, который дерьмок. Поэтому этот военный эксперт Абрамсон, хотя у него и фамилия Абрамсон, понятия не имеет, о чем он говорит, но хотел показать, что я, не знаю, что давал Обамам оружие. Я говорил о летальном оружии, а не о оружии. И он привел М-17, как бронетранспортеры, как пример. Так вот, мы должны быть в реальность. В какой ситуации мы сегодня находимся? С Крымом, со всем остальным. Кто будет доволен? Соединенные Штаты Америки, Украина или Россия? Я думаю, если будет создан какой-то план, его смогут привести в жизнь, то им будут никто не доволен. Но убийство нации прекратится. Потому что сейчас, при сегодняшней ситуации, если будет так, как есть, то Украину уничтожат. Не только миллионы жизней украинской, но и саму идею, как Украина. Вот у меня вчера было на грузинском программе выступление. Они понимают, как они упустили этот момент. Они осознают, что произошло. И они, в принципе, никого не винят, кроме самих себя в этом. И они пытаются вернуть демократию, освободить президента Саакашвили и так далее. Тут никто доволен не будет. Но если мы сможем создать какой-то план и привести его в действие, я уверен, что будут недовольны украинцы, будут недовольны русские, будут недовольны американцы, будут недовольны все. Но убийство нации прекратится хотя бы на какое-то время. А там или он сдохнет, или еще что-то произойдет. Но надо быть реалистичными. Границам 1991 года мы не вернемся за один день. Это происходило много лет. И за один день это не решится. Но войну... Сейчас вы скажете. Ну, Трамп рассказал, что он остановит войну за один день. Остановить войну – да. Но вернуться... Никто не говорил, что вернемся к границам 1991 года. Такого не было, сказать. Потому что это нереально. Это то, о чем говорит Джей Ди Вэнс. Вы как хотите это сделать? Вы расскажите механизм, как вы хотите вернуться к границам 1991 года. Как воевать? Кем воевать? Вы хотите... Чтобы весь мир начал воевать с Россией? Я тоже хочу этого. Но он не будет этого делать. Весь мир не будет воевать. Чтобы Украина вернулась... Если бы это происходило в Зимбабве, или Нигерии, или еще где-то, или в Никорадуа, или на Кубе, или еще где-то, украинцы бы тоже не вписались бы в это. Воевать за них. Чтобы вернуть им границы там, или Гаяна, чтобы вернула свои границы в СССР. Поэтому это надо смотреть на это реально. Все планы имеют и хорошие стороны, и плохие стороны. Но это надо, чтобы все на нем согласились на этом плане. И это самое сложное. Чтобы и Россия согласилась, и Украина согласилась, и Европа согласилась, и США согласились, и так далее, и так далее. И кто за это, за все будет платить? Гарри, я в финале вам задам следующий вопрос. Вы знаете, я недавно задумался, увидел очень интересное совпадение в риторике. Вот смотрите. Все грантовые организации, они, как правило, очень часто, грантовые, которые работают в сфере публичной политики, так назовем их так, они, как правило, работают по левой повестке. Но для вас это не секрет, это, по-моему, все понимают. Огромное спасибо американскому народу за помощь в Украине. Я очень уважаю и люблю Соединенные Штаты Америки. Но я не понимаю, почему львиная доля средств Соединенных Штатов Америки идут, скажем, организациям, которые как бы занимаются гражданским обществом, вместо того, чтобы эти деньги шли непосредственно на инфраструктурные проекты. Но понимаете, вот какой, собственно, я, какой я паттерн заметил в публичном дискурсе этих людей. Вот все они, как правило, поддерживают тезис Камела Харрис или Джо Байдена «as long as it takes». То есть там безбрежная война, то есть война на десятилетия. Вот сейчас в Берлине состоится митинг российских оппозиционеров под точно такими же лозунгами. Так вот границы 91-го года, война, значит, до победного конца, а конец этот в Кремле и прочее, и прочее. И эта же оппозиция тоже финансируется разными левыми американскими фондами. И я тут вижу совпадение в риторике определённое, потому что да, вы правы. Я хочу, чтобы Украина вернула Крым, деоккупировала все территории. Президент Зеленский этого хочет. Этого все хотят. Но есть то, что реально, а есть то, что сейчас нереально, а потом станет реальным. Но когда ты то, что сейчас, в данный момент, нереально, пытаешься выдать за то, что реальное, то, извините, это либо цинизм, либо отработка какой-то методички. В связи с этим у меня к вам финальный вопрос. Согласны ли вы с утверждением господина Арестовича, который, кстати, заявил о том, что он всегда был республиканцем по убеждению, что президент Байден рассматривал Украину как второй Афганистан для Российской Федерации, то есть чтобы эта война была вечной и чтобы Россия потонула в этой войне? Вот согласны ли вы с республиканцем Алексеем Николаевичем Арестовичем? Нет, я не думаю. Потому что в Афганистане это был Советский Союз, у нас были абсолютно разные идеологии, и мы боялись Советского Союза. Мы боялись настолько Советского Союза, что такие люди, как я, ну, в принципе, мирные, пошли в вооруженные силы, потому что мы думали, что мы будем с ними воевать. Это не безусходно. Тогда президент Рейген вышел и сказал, что это evil empire, империя зла. Президент Байден вышел и сказал, что это империя зла России. Нет. Это было совершенно тогда другое. Мы собирались с ними воевать. Сегодня мы не собираемся воевать. Байден не собирался воевать с Россией. Наоборот, я считаю, что они были в сговоре с Россией. И на это показывает очень много доказательств и примеров, которые мы уже обсуждали много-много раз. То есть, Рейген не был в сговоре с Брежневым и с Горбачевым. Не был в сговоре с ним. Поэтому мы и мы помогали намного более серьезнее Афганистану воевать с Советским Союзом, чем вот эта капельная помощь Украине. Мы тогда дали самое наше сильное оружие стингеры. То есть, выбили русских, закрыли небо над Афганистаном. По большому счету, мы начали обучать джихадина, откуда и вышел Осама бен Ладен. Это наше создание. Мы там серьезно к этому относились. Здесь нет. Здесь Украина нам... Мы не воюем против России через Украину. Поэтому я абсолютно не согласен с этим видением, что таким образом мы хотим разрушить Россию. Если мы разрушим Россию, надо же понимать, что наш оппонент не Россия. Нам с Россией... Нам России не угрожает сильно. Наш оппонент это Китай. То есть, если мы расслабим Россию и разрушим Россию, то Китай станет еще сильнее. То есть, у нас появится еще более сильный оппонент мировой. Поэтому нет. Это совершенно другой подход. Совершенно другая ситуация. Простите, Гарри, но вот если говорить о демократической партии, опять же, при всем уважении, мы знаем, как помощь задерживалась. Про ленд-лиз все благополучно забыли. Сейчас президент Байден форсированными темпами передает оружие, при том, что это необходимо делать было раньше. И Украина стачивается. Мы это прекрасно понимаем, мы это видим. Это видно даже из книги Боба Вудворда, который достаточно продемократически настроен. Я мог бы не согласиться с утверждением Арестовича, когда он написывает видение демократической партии, но мне сложно подобрать какую-то разумную причину, почему на протяжении трех лет Украине не предоставляли ленд-лиз, почему сразу не предоставили огромное количество помощи, и почему в январе 2022 года уважаемый президент Байден заявил о том, что если будет small incursion, мы это столерируем. Ничего страшного. А вот если будет большое, тогда это будет проблема. Не являлось ли это приглашением к российской агрессии? Конечно. Абсолютно. Ну а как вы думаете? Он говорит, он видит, войска там собираются, он говорит, ну если это будет небольшое, ну по ним ничего страшного. Как насчет того, что он опять же убрал эту декларацию Крампа с Госдепа, насчет того, что вывели наши все посольства вообще из страны, не то, что перевели там на запад, во Львов куда-то, а вывели из страны, бросит сотрудников посольства в Киеве. Они мне звонили, если когда-нибудь мне придется давать показания я дам, что мне звонили сотрудники, ребята из охраны и говорили, слушай, помоги нам, что нам делать, все американцы уехали, нам не дали ни зарплату, ничего, и нас бросили с семьями, сейчас русские, а русские уже на подходе к Киеву, нас первых к стенке поставили, куда нам, куда нам деваться, мы не можем не уехать, у нас нет денег, ничего, мы никогда такого не делали, когда мы уходили и посольство уводили, всех работников посольства мы забирались с собой, всегда, у меня хороший товарищ есть, в котором я вместе служил, потом было послом и зампосла, и он занимал большие должности в Госдепе, я ему тогда позвонил, он сказал, я знаю, я знаю, это какая-то ошибка, мы сейчас пытаемся исправить, но не надо было больше исправлять, потому что русские отошли, и эти ребята, которые лояльны, остались сохранять посольство, остались все делать, они, они, конечно, были под большой опасностью, они были преданы таким образом, это, я не знаю, я не знаю, как ответить вам на этот вопрос, но это просто предательство и уничтожение страны из-за своих там амбиций политических, из-за того, чтобы Давос сработал, чтобы мы, чтобы идея Давоса была создана, а она может быть создана только с помощью Путина, с помощью России и без таких стран, как Израиль, и без таких стран, как Украина. Ну и опять же, чем Украина может воевать? Кем? За три года произошло огромное уничтожение элиты украинской. Этих ребят, к сожалению, вот этих цвет нации нету, или покалечены. Поэтому ситуация, да, ситуация очень непростая, и это не только вина Путина, не только его вина. Ему многие помогали, включая Белый дом, сегодняшний Белый дом. Нам, теперь вот, люди, которые звонят, поздравляют нам с победой, это не победа, это нам был дан шанс, чтобы мы могли исправить сейчас ошибки, которые были допущены предыдущей администрацией, и преступления, которые были допущены предыдущей администрацией, и это теперь надо заниматься и Израилем, и Украиной, но в первую очередь мы должны сначала себя оздоровить, мы должны себя привести в порядок, чтобы это делать. Но понятно из разговора Зеленского с Трампом, что Украина в приоритетах, то есть как только мы сможем кое-как себя провести в порядок, конечно же, надо будет сразу и заниматься и вопросом остановить уничтожение нации, не только территориальной, но и как и идеологии, то есть Украины как она есть, например, Грузия, чтобы, они пытаются сохранить себя как идею, что Грузия это не просто кавказцы российские, а что это и есть такая страна, есть такая нация, есть такая идеология, есть такая религия, есть такой язык и так далее. Поэтому, конечно же, в первую очередь надо это сохранить и иметь стратегическое мышление. Слушая этих преступников, этих информационных убийц, конечно, это осложняет нашу работу, но это то, что вы, я, наше окружение, мы не можем сделать больше, чем мы можем сделать, но мы должны делать все, что мы можем, а мы можем продолжать вот эту борьбу с ними, продолжать завоевывать умы, сердца американцев, которые очень сейчас изменились по отношению к Украине. Я же говорю, что я ездил за эти выходные перед выборами и общался с русскоязычной диаспорой, которая голосует, которая имеет влияние. Это надо будет теперь работать, работать надо будет с ними, работать со многими людьми, и американцами, и русскоязычными американцами, и украиноязычными американцами, потому что большой ущерб был нанесен за эти три года или за эти десять лет большой ущерб был нанесен. И многое сегодня зависит от украинцев, многое сегодня зависит, что будет с Украиной, в основном зависит не от американцев, не от Израиля, не от марсиан, а от самих украинцев. Если будет продолжаться это беспредельная нападки и навет на президента Трампа, на американский народ, на людей, которые поддерживают президента Трампа, если мне будут продолжать угрожать, у меня будут нападения в Украине, я перестану это делать, потому что я присяги Украине не давал, а таких, как я, тысячи. И вот многие уже начинают сомневаться, поэтому мы должны сейчас исправлять это все, мы сейчас должны это работать, чтобы спасти Украину, чтобы спасти Израиль, не только территориально, как я говорю, а и саму идею этих стран, что это независимые страны со своей культурой, со своим языком, чтобы их не уничтожили. Так, а мы знаем, что в истории частенько бывает, что надо уничтожить эту культуру, и я уверен, что надо уничтожить этот народ, я уверен, что это задача, которую себе поставил Путин, уничтожить украинцев, особенно сейчас, потому что они показали сопротивление, и показали очень хорошо, что российская армия и самая лучшая вторая армия мира, и так далее, и так далее, и унизили довольно-таки сильно. Поэтому я уверен, что он и его окружение хотят уничтожить нацию, как украинскую, и это наша обязанность, этого не допустить. Но без украинской помощи, если украинцы нам не помогут, не помогут, что мы можем сделать? Мы можем только помочь тем, кто хочет помочь самому себе. Ну да, везет тому, кто сам себя везет. Гарри, спасибо вам большое за это интервью. Как всегда, очень приятно было с вами провести этот час. Гарри Табах, известный честный деятель, офицер был сегодня с нами. Подписывайтесь на канал Гарри, на один и на второй, ссылочки, как всегда, в описании, и на мой канал. Буду очень вам признателен, оставляйте комментарии, до новых встреч. Спасибо вам большое, Гарри, до новых встреч. Пока. Пока.